Снова возвращаемся к потолку. Оформлением для него послужит финская трёхслойная дубовая паркетная доска в дизайне ваниломат. Сажаем её на саморезы. Между собой плашки соединяются посредством механических замков профилок. Следующий этап – лепнина. Сначала по всему потолочному периметру пускаем высокий классический по форме карниз. В дополнение к нему – молдинги двух видов, рельефный с флористическим орнаментом. И гладкий, с декоративными угловыми элементами. И, наконец, большая розетка под люстру. Её диаметр – 70 сантиметров. Переходим к полу. Сейчас на его основании раскатывается полиуретановая подложка. Теперь поверх укладывается дубовая паркетная доска. Та же самая, что и на потолке. Фиксация без клея посредством механических замков. Стены оформляем той же доской. Она защищена пятью слоями износостойкого лака. Мы взяли паркетную доску дубовую с выбеленной такой поверхностью, ванильный оттенок. Ну, у нас паркетная доска и на полу, и часть стены ей оформлена, и даже потолок. Паркетная доска не только по текстуре и цвету нам подошла, но очень важный момент – экологичность. Родители об этом думают, и наши герои не исключение. Уходя, они говорили, что хотелось бы безопасную с точки зрения экологии комнату. И вот как раз наша паркетная доска обеспечивает нам эту безопасность, потому что при ее производстве используются такие покрытия, которые не выделяют никаких веществ и никаких запахов. Как и планировалось, пол детской украсит нарисованный ковер. Под его размер мы заранее сняли лаковое покрытие, чтобы краска легла прочно и ровно. Сейчас фиксируем первый трафарет. Краски по нему автор проекта, декоратор Вика Колос, наносит губкой. По второму трафарету, который наклеили сверху, накат делается валиком. Теперь пленка осторожно снимается. Остается лишь немного подработать детали тонкой кисточкой, и художественное покрытие готово. И вот у нас в центре комнаты ковер появился, да, Вика? Ты довольна тем, что получилось? Да, я очень довольна. Единственное, изменился рисунок ковра, поскольку изменился рисунок лепнины на потолке. Если ты помнишь, я хотела проецировать гипс, да? Да, ты хотела, чтобы отвечал потолок полу, пол потолку. Да, да, да. Но поскольку у нас немножко произошли какие-то изменения технические, пришлось придумывать рисунок ковра другой. В данный момент у нас, да, я придумала для Марты море. И она в своей колыбели будет, как в лодочке, плыть по своим снам. Волнам своих снов, да? Да, да. И, конечно же, счастливые звезды отражаются в этой воде. А мне кажется, ей еще интересно будет рассматривать этот ковер, и ходить по нему, и ползать по нему. И, знаешь, я хочу добавить, что когда этот ковер начнет отшелушиваться немножко, и от него, да, останется практически один след, неуловимый, вот тогда ковер по-настоящему свою ценность обретет. Заиграет, да, вот этот прием? Да, да, да. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»